Слушай, прикинь, и что вот это сейчас будет? Короче, блогеры, которые рассказывают, что флагманы не нужны, что они будут говорить? Ребята, привет! Ну что, у нас сегодня видео с Mi 11 Ultra. И, друзья, я помню это чудное мгновение. Вот передо мной явилась стыка прямо в стихах. Mi 4C. Это был по-серьезному мой первый смартфон, который я обозревал. То есть я знаком был с Mi 2, с Mi 3, а вот Mi 4C, это для меня что-то было уникальное. И, знаете, вот сейчас, вспоминая то время, я осознаю, что, ну, я не мог себе представить, что компания Xiaomi в дальнейшем будет выпускать ультрафлагманы. Но истинные фанаты Xiaomi точно помнят в 2019 году Лей Дзюнь сказал, что после Mi 9, типа, все, теперь это флагманы и достаточно дорогие. То есть именно линейка Mi. Конечно же, если откинуть концепты типа Mi Mix и тому подобное. И если так посмотреть, то на самом деле компании Xiaomi не хватало ультрафлагманов. Вот, понимаете, это флагман Mi 11, а ультрафлагманов не хватало. Элементарно даже для того, чтобы перед фанатами компании Huawei, Samsung и Apple сказать, ребята, а в компании Xiaomi-то теперь есть и IP-защита, и быстрая беспроводная зарядка, и самое главное, просто мега крутые камеры. Ну и вот она. Вы, скорее всего, уже в интернете много чего видели. Это Mi 11 Ultra, и по техническим характеристикам впервые для Xiaomi, во-первых, вот эта защита IP68 есть, уникальные фишки, и впервые для Xiaomi вообще цена, друзья, она соотносима с iPhone 12 Pro Max и Samsung S21 Ultra. И что самое главное, ребят, вот мы не могли нигде ничего постить, но этот смартфон у нас уже находится на протяжении недели, то есть это будет опыт использования. Он был постоянным использованием, и видите, я не просто так его протираю постоянно, даже мы с Димоном когда им пользовались. Вы понимаете, достаточно дорогой, очень уникальный смартфон, который... С одной стороны, я Nokia, у нас есть Nokia 5.4, да, давай это расскажем. Nokia 5.4 это первый смартфон за 6 лет моей деятельности в сфере техно, который я разбил. А здесь просто не хотелось сделать, потому что достать его просто нереально. И, на самом деле, это опыт использования, 10 дней, но недостатки у него есть. Есть недостатки, я сегодня вам о них расскажу. Так, ладно, что такое флагманы? Это не просто топовое железо, топовый процессор или влагозащита. В первую очередь, конечно же, флагман и именно гиперфлагман покупают из-за эталонной инженерной мысли самой компании, которая годами оттачивается, и, по сути говоря, производитель может дать шикарную производительность и начинку, и софт. И знаете, когда я только начал пользоваться этим смартфоном, я, навскидку, сразу же давал компании Xiaomi, ну, большие поблажки. Смотрите, компания Samsung. На протяжении с каких лет она выпускает флагманы, гиперфлагманы? Компания Apple, Pixel тот же, это елки-палки, это OnePlus. Все эти многие смартфоны, многие именно модели, они выпускаются годами, и они передают от старых модель новым моделям все то же самое. Зачастую, потому что в последних флагманах, да, у нас там, блин, все те же самые сенсоры, очень много чего одинакового. А здесь для компании Xiaomi, да, есть хост с Mi 11, но это что-то первое. Поэтому, друзья, неправильно как-то даже критиковать какие-то мысли в этом смартфоне или какие-то моменты, потому что это реальный первый гиперфлагман для Xiaomi. Так, ну и небольшая вставочка от нашего канала, как вот ни крути, но у нас же еще розыгрыш Redmi Note 10 и 10 Pro, как бы на уровне Ultra это интересные смартфоны. Но вы реально можете поучаствовать в конкурсе, условия очень простые, и они все в описании. Эпичные кадры были с Mi 11 Ultra и Redmi Note 10 Pro. Ладно, друзья, что такое Ultra? Давайте по поводу железа, коротко. Snapdragon 888, 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 гигабайт UFS 3.1 и все остальное и тому подобное. И это все я вам сейчас зачитываю со сценарием, у нас как бы есть некоторые пометки, но, ребята, те, кто покупает гиперфлагманы, им пофиг на это. Вот просто забейте, это не гиговские вещи. Ну и смартфон сзади, вот красотка-красотка, знаете, булочки такие хорошие, реально, и смартфон выделяется на фоне других флагманов, и его, конечно, сложно спутать с другими гаджетами, с этой выпирающей площадкой. Красивый! И тут Димон ржет, что я такое говорю, но, ребята, понимаете, в первые дни используем, вообще, за месяц до выхода смартфона, я когда видел эту выпирающую камеру, я думал, ох, нихрена себе сделали, как вообще таким можно пользоваться. Но, вот понимаете, когда ты день с ним походишь, потом ты к этому всему делу привыкаешь, и ты достаешь какой-то другой смартфон, а что у меня там нет у этой площадки? С одной стороны, я типа сейчас оправдываю, да, Димон? Я же оправдываю, да? Но это реально, это реально так и есть, потому что ты к ней полностью привык, я расскажу, что дальше вообще с этой площадкой происходит, но вот эти нюансы меня удивили. За месяц я ржал с него, ну реально ржал, потому что это как-то непривычно, как такое в смартфонах может быть, но сейчас уже полностью смирился. Да, однозначно, я бы советовал вам покупать оригинальный чехол кожаный, он хоть как-то этот переходик бы убрал, но толщина у нас здесь самого корпуса 8,5 миллиметров. А если одеть чехол, то будет все 11, и вес у нас 240 грамм, это на самом деле очень-очень много, точнее 234 грамма. Но, вот как я вам сказал, я к этому всему привык, и да простите меня, алло, потому что у нас как бы с магазина алло этот гаджет, мы когда его снимали, слушайте, у нас такая подставочка есть, где она, Саша, подождите. Смотрите, мы вот так вот ставим, это Мада и Антон Григорьев, я не знаю, 4 года назад я сделал. Вот так, когда ставили, я не знал почему. У меня этот смартфон 5 раз падал. Проводка, да, блин, да, мать его, мать его, мать его. Алло, простите, пожалуйста, но, ну, ну, здесь Григо, это, Виктус у нас здесь стоит, так что все должно быть нормально, и пленка еще сверху есть. Но в чем прикол, вот эта часть из-за того, что здесь огромнейший сенсор, мать его, огромнейший сенсор, оно перевешивало и постоянно уходило сюда, мы даже поролоном все вокруг обложили, чтобы, не дай боже, что-то с ней произошло. Но, ребята, на самом деле, все обусловлено вот этой площадкой из-за того, что тот сенсор, который здесь стоит, во-первых, его другие производители, по сути говоря, может быть, даже отказываются его ставить, потому что эта бандура сравнима, как и показывала компания Xiaomi на презентации, с какими-то фотоаппаратами. Ёлки-поп, здесь огромнейший сенсор, он в три раза больше, чем в айфоне 12. Слава богу, что вот не произошло, я Nokia достал, это просто жаль. Это, это, вы знаете, Nokia, это тот смартфон, который нужно вот там вот где-то взять, гвоздем прибить, типа вот, Антон, помни, чтобы с машины не выходил и не раскидывался коробкой. Но, знаете, вот если бы тот материал, о котором мы где-то полтора года назад снимали видео, графен, был бы сейчас у нас у производителей, то, возможно, инженеры этот сенсор могли бы или как-то втопить, или разместить его в другое место. Графена, это, по сути говоря, материал, который бы уменьшил батарею в несколько раз, но при этом давал бы ту же самую автономность. Мы отдельно снимали про это видео, на самом деле очень интересный, и я очень надеюсь, что электропроизводители электромобилей тоже, ну, как-то разрабатывать начнут, и он у нас пойдет в массы. Кстати, по этим же причинам, последние вообще смартфоны гиперфлагмана и тот же Samsung, ну, у него, нельзя сказать, что не такая выпирающая площадка, но достаточно такая большая, и у него тоже можно даже немного порезаться. iPhone 12 Pro Max, там не такой же сенсор, как в 12-х, но тоже там он большой, а они его обыграли переходами, тройным точнее, даже переходом. Так, и по поводу дисплейчика, который у нас здесь находится. Один из руководителей компании Xiaomi прямо сказал, это дисплейчик от Mi Band 5. Но есть все же у меня некоторые претензии, потому что функционала маловато. Во-первых, он выключается после 30 секунд, и на самом деле, единственная его реальная актуальная функция, это селфи на основную жирную камеру. Кстати, в том же Meizu Pro 7, там тоже был сзади дисплейчик, функционал был гораздо больше. Но, слушай, я думаю, что программно, учитывая, что это первый смартфон, да, программно, они многое что допилят, и я думаю, что, может быть, в дальнейшем здесь появятся некоторые новые функции. Но такой момент. Я буквально вчера разговаривал с человеком, который занимается автомобилями, то есть он продает их там, и он говорит, Я очень часто снимаю в социальной сети видео, и хочу использовать основную камеру, потому что она лучше передает картинку. И он посмотрел на этот дисплейчик, и он сказал, блин, охренеть, я бы наконец-то видел, что происходит. То есть, возможно, для видеоблогеров это было бы круто, потому что, ну, блин, забегая наперед, видео, съемка здесь неимоверно мне понравилась. Так, еще маленькое отступление, такой, знаете, отзыв от других людей, которые видели у меня этот смартфон. Говорили, что Mi 11, который они тоже рядом держали, он типа поприятнее, потому что там и матовая крышка, здесь у нас типа глянцевое все. Но, опять-таки, это мысли разных людей, я думаю, что кому-то ультра очень, очень зайдет. Но учтите, с Mi 11 разница 40 грамм, и когда ты берешь ультру, ты чувствуешь, что это вещь. Слушай, ты мне расскажешь, что, блин, она тяжелая, вот я сейчас даже пользуюсь ей, вот-вот, она у меня лежит, она лежит нормально. Я понимаю, что даже, может быть, здесь без чехла можно было бы спокойно носить, как мы, в принципе, всю неделю это и делали. Потом его разбить и попасть прямо от наших софтбоксов. Так, и софт, Mi A12, как бы все круто, я ее очень достаточно уважаю, но, друзья, блин, этот смартфон достаточно дорогой, и когда ты берешь тот же Mi 11 или какой-то смартфон подешевле, за 150 долларов, то, блин, почему у меня точно такой же софт там? И здесь я наберу смелости и просто скажу компании Xiaomi, пожалуйста, ну возьмите эту фишку маркетинговую. Это крутая фишка, когда многие производители грешат этим, они вводят в свои ультрафлагманы какие-то функции, которые не встречаются в более бюджетных смартфонах. И ты берешь флагман, типа, оу, у меня здесь есть что-то, что у тебя нету. Поэтому это очень нужно в ультре, я не знаю, появится это здесь или в следующее ультра, но, пожалуйста, сделайте, введите. Ну, блин, дорогой смартфон, хочется выделяться, еще и программно. Так, ну и экран, здесь ничего нового, такой же, как в Mi 11, но я его считаю одним из лучших. И вот реально Mi 11, когда берешь в руки, ты пользуешься им в первую очередь из-за дисплея. Но, я сегодня говорю, что я буду вам говорить недостатки, вот тут задрот, который там сзади сидит, я его называю задрот-педант, вот я не знаю, как еще можно выразиться. Он придрался к тому, что, типа, это ультра, 120, 1200 евро, и вот эти грани, вот эти грани, типа, нужно было ровнее как-то сделать, как ты говорил? Симметричнее. Симметричнее, вот симметричнее. Люди, любящие симметрию, они могут придираться к этому. Честно сказать, мне пофиг. Так, ну и самое главное в этом смартфоне, потому что, ну, блин, этот смартфон, по сути говоря, создан и выпущен на основе того, что у него есть крутейшие камеры. Это первый смартфон с этим сенсором в мире. Это огромный сенсор, 50 мегапикселей. Ты хочешь? Ты хочешь? Ты хочешь? GM2 от компании Samsung. Так, и здесь у нас есть суперкрутая новая технология фокусирования Dual Pixel Pro. И вот, честно, мое почтение за нее. И вообще, физически, что-либо совершеннее, чем этот модуль камер, сейчас найти в индустрии смартфонов невозможно. И физически этот сенсор гораздо больше, чем тот сенсор, который стоит в OnePlus 9 Pro. Мы сегодня будем его забирать, но, конечно, у нас на канале будет тоже обзор. Сравнения не получится, но некоторые вещи мы обязательно будем говорить в обзоре OnePlus. Так, день, и Xiaomi показывает какую-то нереальную детализацию. При том, что оба фото выходят на 12 мегапикселей в итоге. Но этот сенсор от Samsung делает чудеса. При том, что даже цвета остаются достаточно естественными. Но с шириком, друзья, не все так гладко. Xiaomi ошиблась цветопередачей и сделал оранжевый объект желтеньким. Но iPhone хитрит и делает много шарпа, чтобы компенсировать как-то недостачу детализации. Так, далее фото при недостаточном освещении. И тут важно сделать отступление и напомнить. Друзья, компания Apple эти 12 мегапикселей программно допиливает 4 года. Компания Samsung на протяжении многих лет в своих последних гиперфлагманах выпускает сенсор, который они допиливают на протяжении многих лет программное обеспечение. Точно так же и Pixel уже на протяжении тоже 3-4 лет допиливает эти сенсоры. Потому что ПО очень важно. И этот смартфон очень сырой. Поверьте, когда я беру смартфоны Xiaomi и на старте, я понимаю, что они очень сырые. А здесь вообще новый сенсор, который нужно как-то обуздать. И вот такое отступление очень важно. Потому что, в общем-то, на этой локации, к сожалению, Ультра показывает мыльцо и обилие шарпа. Да, в целом, такие условия пока сложноваты для Xiaomi. Поэтому обязательно, друзья, ждем обновления. Потому что через несколько месяцев ПО может все полностью и кардинально изменить. Но вот где, друзья, Xiaomi сильны, так это в работе с пересветами. Вот вам пример вечерней съемки с большим количеством светлых объектов, где Ультра просто уделывает Apple. Так, ну и теперь несколько приколов, которые я заметил при опыте использования этого смартфона. Как-то в парке, когда я фоткал свою малую на портретку, он почему-то определил, что, типа, я фоткаю сейчас листья. Типа, а и ошибся. Да и вообще, реализация портретника мне здесь не понравилась. Вот для меня лично она не идеальна. Потому что при портретной фотографии здесь у нас идет кровь практически 2,5 раза. И мне очень хотелось бы, чтобы я мог фоткать также на основную камеру. А здесь в портретном режиме пока что на этой прошивке выбора нет. Но я понимаю, что программно это можно сделать, потому что в большом количестве смартфонов компании Xiaomi сделать это можно. Также у нас здесь есть модуль DTOF, так называемый, который похож чем-то на лидар в айфоне. Он определяет расстояние до объектов и дает, по идее, крутой автофокус. И я замечал ошибки, когда в некоторых локациях фотографировал. Но, друзья, сенсор-то большой, оптическое размытие тоже огромное. Поэтому, ну, я даже не могу его наравне ставить с какими-то другими сенсорами. Автофокусу здесь реально сложно. Так, ширик. Он очень широкий. И, честно здесь сказать, мое почтение. Во-первых, есть автофокус, есть ночной режим. Он делает низкую выдержку, но высокое ISO, чтобы фото не было сильно размыто. Но этот сенсор тут, друзья, что-то с чем-то. Тем более, что днем, при видеовозможностях, он выдает вот такую картинку. Правильный показывает баланс белого. Работа со светом идеальная. Ширик просто зачет. Так, телевик X5, как по мне, он чисто для приближения. Так как при портретке, что для меня важно, он не используется. И золотая середина, наверное, в Mi Note 10. Там и телевик X5 и X2 для портретки. Ну и мега приближение в 120 крат. Функция очень интересная. Но я лично для себя заметил, что где-то вот 60-80 мне полностью хватит. А, кстати, слушай, мы знаешь, что еще не сказали? Здесь у нас есть слоу-мо 1920 кадров в секунду. Я сейчас покажу вам это домашнее видео. Блин, жена меня убьет, такой бардак. Но, типа, прикольно. Но, с другой стороны, я понимаю, что это доля секунды, в которую нужно попасть. И тот же Samsung, они, в принципе, от этой фишки отказались. Так, ну и теперь самое интересное видео возможности iPhone, который считается у нас эталоном. И Xiaomi Mi 11 Ultra. Давайте широкий угол. Широкий угол, так, Xiaomi сюда, в эту сторону. Смотрим захват света. На iPhone должно быть все ужасно, потому что он там самый не такой, не какущий. Ну и, конечно, здесь будет выигрыш однозначный. Так как в iPhone 12 mini нету портретника. То есть я не могу 12 Pro сравнить с 12 Pro Max, но что есть, то есть. Так, сейчас мы перейдем на основную. И еще раз моя ходьба. Так, это широкий. Еще раз моя простая ходьба. Тоже запись звука. Может быть, конечно, я сейчас там где-то микрофон. Но, кстати, запись звука, если мы с этой стороны берем звук, то он будет по-другому. По крайней мере, на iPhone должен по-другому отображаться. Так, ходьба, потому что давайте в эту сторону. Просто еще сделаем небольшую пробежку, чтобы все увидели, где что трясется. Потому что именно при таких ужасных условиях, если мы говорим о флагманах, то показывать во всей красоте. Так, друзья, ну что, подходит к итогу наш опыт использования. Но тоже, ясное дело, нужно сказать по поводу автономности. Так, батарейку здесь увеличили по сравнению с Mi 11 5000 мАч. И теперь здесь есть поддержка 67 Вт. Проводная и беспроводная зарядка. Но провести тест, к сожалению, мы не смогли, потому что наш экземпляр пришел к нам без даже блока, который идет в комплекте. Но сама автономность здесь по ощущениям, знаете, как Mi 11. Все же камера жрет достаточно много. И это, в общем-то, сказывается на автономности. По поводу стереозвука ничего не буду говорить, потому что он такой же, как в Mi 11, Harman Kardon. И, в общем-то, все достаточно хорошо. И, друзья, какой же итог? Честно сказать, я очень предвзято относился к этому смартфону. Особенно, когда я видел эту большую выпирающую камеру. Но, блин, Xiaomi вырывается в гиперфлагманы. И то, что они сейчас показали по техническим характеристикам, по железу, по камере, они реально удивили. Как я и говорил ранее, это первый, блин, это первый их гиперфлагман. Да, тут многие скажут, что, типа, есть Mi 11 флагман. Но чтобы все идеально здесь было, нужны года. И это их первый шаг. И по поводу цены. Ясно дело, я должен здесь сказать на своем канале, да, она меня шокировала. Она шокировала многих. Но послушайте. А вспомните, когда, вот, типа, вы пользовались Samsung среднего сегмента, а потом выходит S-серия дороже, очень дорогая. То все такие, воу-воу-воу-воу, как это так? Это слишком дорого. Или выходит какой-то Huawei гиперфлагман, тоже заоблачные суммы. Или тот же iPhone, по-моему, с X, тоже он поднял цену. И все такие, ну, типа, дороговато. Но потом привыкли. Точнее, даже не привыкли, а то, что здесь, друзья. У нас IP защиты 68. Топовый набор камер. Топовое железо. Проводная и беспроводная зарядка. Есть фишка, та же, с экранчиком. Да и вообще, этот опыт использования лично для меня был очень интересным. И знаете, наверное, да, если бы я купил этот смартфон за свои деньги, я более бы предвзято к нему относился. И, может быть, какие-то вещи я бы больше разгритиковал, потому что, ну, как бы, цена очень высокая. Но, с другой стороны, это их первый шаг. Это их первая модель в этой линейке. И мне хочется верить в светлое будущее. И знаете, компания Xiaomi сейчас занимает спокойно место Huawei в гиперфлагманах. Потому что Huawei, по сути говоря, у нас на глобалке нет. И я вам больше могу сказать, что компания Xiaomi с этим смартфоном, ну, не просто конкурирует с S21 Ultra. Наверное, даже во многих вещах, во многих вещах этот смартфон будет лучше. Пока.